привет друзья сегодня мной с вами канал я мой хвост и я его автор и ведущий олег предыдущей передаче урок выживания номер один я рассказывал вам о том что нужно делать что нужно брать как ходить в лес правильно и значит там была тема такая была реальная работа реальный поиск после этого меня просто завалили письмами честное слово я даже не ожидал такого вообще ажиотажа на эту тему что ну во первых все спрашивают что там с этим парнем нашли мы его или нет ну я вам говорил там о том что в принципе поиски такие бестолковые вот мне даже жалко честно говоря и нашу группу и средства потраченные на такие поиски потому что в принципе в реальности человека не стоило искать потому что он всех предупредил что он пошел в поход что там просто родители сердобольные такие оказались что ребенок их ушел что вроде как не взял продукты питания деньги ребенок нашелся ребенок в это время находился барнауле буквально через несколько дней он пришел и родители собственно говоря по этому поводу особо то и не переживали насколько мне удалось это заметить потому что ночь я провел там среди них и там в общем отдельная тема для разговора так что с парнем все хорошо вот но вот здесь вот вот я не знаю то ли я задел какую-то больную жилку наших довоявленных вир грилсов там молодых людей которые посвятили свой образ жизни там уроком выживания именно и так далее я всех спешу успокоить ребята успокойтесь на самом деле я никого не отбираю кусок хлеба это ваше направление вы его развиваете я не в коем мере не 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 предполагаю создавать какие-то уроки именно по выживанию по курсу по выживанию я просто хочу предостеречь простых людей от необдуманных поступков то есть и немножко научить каким-то элементарным правилам ну то есть нет я честно говоря очень много комментариев нет не пропустил то есть у меня фильтр на комментарии стоят мне там стали говорить что там ни в коем случае там про зажигалку мне там стали замечать и делать что нужно только спички в запаянном пакете что нож в тайге это моветон но некоторые люди например они наверно просто не понимают слово такое моветон моветон это ну если взять википедию открыть дату это дурной тон на самом деле ну как же может быть там нож в тайге дурным тоном да вот потом представьте себе бабушку до которой вот элементарно она телефон-то зарядить не может чтобы она знает этот лес да и так далее она уверена в том что ничего с ней не случится мы все в этом уверены когда мы идем в лес а те кто подготовлены вот как вот именно вот люди которые мне делают замечания да они часами готовятся но представьте себе вот вы садитесь вы уделяете тому времени чтобы там запаивать эти спички цать я говорил там спички а показывал зажигалку да вот казалось вот то есть я уже просто подумал так о том что нужно уделить время для того чтобы запаять спички в какой-то полиэтиленовый пакет тем более там и диспички где-то парафине обмакивать но не не об этом вообще речь собственно говоря зажигалку просто мы можем кинуть в карман и она нам пригодится она реально может спасти жизнь реально жизнь понимаете вот я не о каких-то специальных приспособлениях хотел рассказать то есть там какие-то там супер фонарики супер ножи там и так далее то есть а а а таких элементарных вещах когда вот заходите вы в лес да например ну обратите внимание на то что солнце там например находится с правой стороны от вас ну соответственно вы можете сориентироваться когда погуляете по лесу то есть вы определите солнце было справа значит соответственно нужно идти в направлении когда солнце уже будет слева вы же развернетесь будете идти в обратном направлении ну естественно с учетом того что по временным параметрам солнце уже сделает какое-то движение по небу то есть и уже с учетом этого вот я о чем хотел предостеречь рассказать собственно говоря не умалять чьих-то достоинств так что новоявленные bear grills и тут развивайте свои передачи я не против я только за когда кто-то познает что-то но я на доступном именно языке хотел предостеречь вас об необдупанных поступках то есть о том что нужно брать телефон о том что нужно обращать внимание на стороны света когда вы заходите в лес да ну а простых банальных таких вещах о которых мы не задумываемся еще раз повторю что уроки не выживания ну да хотя бы даже вот взять такую простую штуку да там мы на уроках географии сейчас может быть как-то по-другому эти уроки называется муж чтобы уже там еще я не уже старый человек вот о том что там мог там растет там с южной стороны это муравейник тоже с южной стороны что там лишая там северной стороны это неправда то есть тут немножко может быть расположение лога таким образом что там менее подветренная сторона и так далее то есть вот на эти вещи я хотел обратить ваше внимание поэтому успокойтесь молодой человек оказался живой здоровый с ним ничего не произошло отследили его судьбу находился в барнауле у друзей у своих тем более я в ролике говорил о том что это бывший спецназ горы у тогда вот об этом я подчеркнул именно поэтому там ходили на суицид его поискали то есть я прям уверен был на 100 99 и 9 десятых процента в принципе с человеком ничего такого не произошло наверно скорее всего поскандалил с родителями собрался рюкзак и пошел не взял с собой телефон муж забыл так что друзья мои будем продолжать потому что помимо значит новоявленных биар грильцев ко мне поступили поступило очень много писем там порядка 400 этих писем на то что в принципе такие рассказы будут кому-то будут полезны если кто-то хочет глубже капнуть эту тему то есть уроков выживания ну что ж очень много интересных сюжетов снята на эту тему на том же ютубе ну я еще раз хочу повторить что мои сюжеты немножко другу так что друзья заслужите доверие заслужите уважения и вас все получится с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег спасибо и 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